Легендарная аквадискотека. Борельефы, безумные хрустальные люстры в ситобар. Здесь можно заказать себе смузи или кислородный коктейль. Стриптиз-зал в шестом. Здесь Владимир Путин разговаривает с богом. А дальше струя воды под давлением в одну-две атмосферы делает, простите ради бога, свое дело. В пожилом возрасте, говорят, очень полезно. Эти два дивана стоят по 900 тысяч рублей штука. Буфет за ними 1 миллион 100 тысяч. Десят миллионов рублей. Это называется стасидия. На ней можно и сидеть, и стоять во время длительных служб. В старинных русских храмах такие ставили для царей. Они так и назывались. Царское место. Пребразился значительно и театр. И у Алины Кабаевой собственные апартаменты. Книжная ванна с гардеробом. Такого же размера и спальня Путина. Владимир Путин построил себе безумный дворец за 100 миллиардов рублей. И сидит там, в темной комнате, на троне, и слушает молитвы, любуясь на икону, как он думает, самого себя. Да, друзья. Новое видео дворца Путина под Геленджиком просто шокирует. Безумный дворец за 100 миллиардов рублей. Иконостас. Уже без клубной зоны, для стриптиза, без шестов, но с собственным театром, хоккейным клубом, бункером. И герпетологом этот специалист по рептилиям. Вы увидите спальню Алины Кабаевой. Вы увидите святая святых, царскую опочевальню, спальню самого Путина. Трон. Царское место, стасидия, где Путин выседает, сидит на троне и молится сам на себя. И, конечно же, икону князя Владимира, которому на сегодняшний момент поклоняется и патриарх Кирилл, и Владимир Путин. Да, именно патриарх Кирилл пожелал Путину оставаться во власти до конца века. И уже в 30-м году, если Путин останется править Россией, то он останется правителем, которого перещаголяла только Екатерина Великая и Иван Грозный. Этот блог посвящен шокирующему видеоконтенту, на что уходят деньги налогоплательщиков Российской Федерации, страны Мордора, сколько стоят все священные для Путина, многомиллионные предметы роскоши в этом дворце. Пир во время чумы. Друзья, я Дарья Счастливая, это мой YouTube-канал Дарья Счастливая. Лайк, комментарий, подписка приветствуется. Вы посмотрите здесь и иконостас, и трон Владимира Путина. Как говорится, Игры Престолов отдыхают. И личную спальню Алины Кабаевой. Прошу вас, прежде чем мы начнем, поддержать мой YouTube-канал, поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал Дарья Счастливая. И, конечно же, напишите в комментариях географию просмотров. Мне очень интересно, правда, искренне, откуда вы меня смотрите. Мне интересно, смотрите ли вы меня из Мордора через VPN или нет. Это страны СНГ, это Ближний Восток, Турция, Израиль, это Центральная Европа, возможно, страны Балтии, это Великобритания, Америка, Австралия, Канада, Китай, Дальний Восток. Или вы смотрите меня из дорогой и любимой мной Украины. Конечно же, напишите, из какого города. Мне это очень ценно. Уважаемая аудитория, мы работаем специально для аудитории по всему миру, чтобы бороться с российской пропагандой. Это очень важно. Это действительно наша миссия, поэтому поддержите нас. Будьте на стороне света. Ну, а мы начинаем. Друзья, вы знаете, первое, что меня шокировало, мне кажется, апогеем этого всего, это является трон. Трон Владимира Путина, который был размещен в этом дворце, в Геленджике. Мы прекрасно понимаем, что фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сделал масштабное расследование. И теперь он выпустил этот ролик, который потряс очень многих, который посмотрела многомиллионная аудитория. И тут сразу давайте начнем с некой статистики. ...апарт-отель. Мне очень нравится этот бизнес. Пройдет там полтора-два года. И я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет. В нашем распоряжении есть почти четыре часа видео изнутри каждой комнаты Дворца Путина. Изнутри самого секретного и самого охраняемого объекта страны. Спальни, кабинеты с правительственной связью, спортзалы, криосауны и даже домашняя часовня, где мы оценим настоящую степень его безумия. И увидим, что Путин молится сам на себя. Да, именно так, друзья, Путин молится сам на себя. Во Дворце Путина в мистере стриптиза. Вместо него появилась церковь с троном. Подробности прошлогодней реконструкции Дворца в Геленджике выяснил проекты ФБК о том, что дворец был готов еще в феврале-марте 23-го года. Журналистам рассказали два человека, причастных к его строительству. Так, на первом этаже исчезли комнаты для стриптиза, исчезли комнаты для казино и комнаты с игрушками. Теперь там домовая часовня с иконой святого князя Владимира. Это небесный покровитель Путина. Еще одно из основных помещений – это читальня, украшена сейчас картинами с баталиями и трупами. А вот легендарная аквадискотека у Путина осталась. Если бы сейчас, в принципе, у вас была возможность выбрать, что смотрим первыми, аквадискотеку, часовню с иконой святого князя Владимира или же трон, то, безусловно, наверное, многие бы из вас выбрали трон. Поэтому я предлагаю посмотреть и часовню с Владимиром и трону, которая для Путина очень важна. Итак, знаете, фундаментальная впечатляющая работа – это трон, который находится у него. Давайте посмотрим на это все просто сейчас, друзья. Мы констатируем полное и окончательное помешательство Путина на собственном величии. Он натурально сидит и видит себя продолжателем дела Ушакова и Нахимова, новым Александром Невским под люстрами за 200 миллионов рублей. Здесь Владимир Путин разговаривает с богом. Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими панно с какими-то не очень православно выглядящими крестами. В центре помещения – аналой. Это такая подставка для иконы или для книги. Справа за ней стоит огромный напольный золоченый подсвечник. Главное – это, конечно, иконостас. Он очень монументальный. Иконы тут стоят в полный рост. По центру узнаваемое изображение Христа. По правую руку от него – Богородица. А по левую тут даже угадывать не надо, и так все написано. Это святой князь Владимир. Место для иконы выбрано не случайно. По левую руку от Христа обычно размещают того, в честь кого назвали часовню. То есть это часовня святого князя Владимира. То, что Путин не просто ассоциирует себя с князем Владимиром, а уже считает себя его перевоплощением или реинкарнацией, сомнений не вызывает. Он организует памятные мероприятия в честь князя. Он называет его именем «подводные лодки». Президентский фонд выделяет десятки миллионов рублей на этнооперу про князя Владимира с певцом-шаманом в главной роли. И Путин даже лично открывал огромный 17-метровый памятник князю прямо напротив Кремля. Сегодня мы чествуем и самого виновника торжества равноапостольного князя Владимира. Сегодня мы чествуем и самого виновника торжества равноапостольного князя Владимира. Вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте, о Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. Я думаю, что не бывает случайностей. Сейчас мы остановимся более детально. На этом дам дальше появится трон. Так вот, во дворце вместо зоны дистрибтиза казино игр появилась домовая церковь с троном. Это самая фундаментальная вещь. После ремонта дворца, который завершился в 1923 году, под церковь отдали помещение, в котором, согласно предыдущему плану, были машинки и паровозик. Стены этого помещения теперь украшены крестами. То, что вы видели в алтаре, там вы видели совершенно нетипичный набор икон. Сказали два искусствоведа и один иконописец. Обычно триптих состоит из икон Богородицы, Иисуса Христа, либо Иоанна Петечи, либо Николая Чудотворца. Вот так говорят, в принципе, искусствоведы и иконописцы. Такой должен быть триптих. Однако во дворце третий оказалась именно икона святого Владимира. Это может говорить о том, в принципе, что владелец разместил изображение своего небесного покровителя и носит имя Владимир. Об этом сказал проекту протеерея Андрей Корточкин. Проект предоставил эксперту лишь фотографию триптиха, но не говорил, где именно он находится. Корточкин предположил, что хозяин триптиха не женат. В противном случае на триптихе были бы покровители обоих супругов. В принципе, тут, как говорится, комментарии излишни. Еще одна очень интересная деталь. В церкви стоит трон. И вот, пожалуй, он предназначается либо высокопоставленному церковному иерарху, либо у хозяина церкви достаточно высокое представление о себе и своей значимости, считает Корточкин. Опять же, ему не сообщили, в чьем доме или замке стоит этот трон. И вот, конечно же, мне кажется, что сейчас стоит на него посмотреть. Трон Владимира Путина. И я позволю себе процитировать ФБК. Вот это действительно для меня такая впечатляющая была цитата. Место, где Путин сидит на троне и молится сам на себя. Шкаф нужен для священной утвари, кубков, вина и книг. А напротив шкафа стоит, простите, трон. Это называется стасидия. На ней можно и сидеть, и стоять во время длительных служб. В старинных русских храмах такие ставили для царей. Они так и назывались – царское место. Владимир Путин, он построил себе безумный дворец за 100 миллиардов рублей. И сидит там, в темной комнате, на троне, и слушает молитвы, любуясь на икону, как он думает, самого себя. Тут, конечно, лучше и не скажешь, из песни слова не выкинешь, и «Игры престолов» отдыхают. Мне очень интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, в принципе, что вы думаете о троне, об Эканастасе, вообще об этом дворце. Дворец Путина отдали материалами, значит, специалистов и отделали материалами кнауф и текуриля. В комнатах поставили очень люксовую итальянскую мебель и повесили люстры, которые стоят практически 50 миллионов рублей за штуку. При конструкции дворца Путина под глинжиком использовались продукции западных брендов. Там, кстати, американских тоже. Это очень интересно. Среди них немецкая кнауф, финская текуриля и люксовую мебель продали эксклюзивные итальянские марки. Представители, по крайней мере, одной западной компании могли общаться с заказчиками работ в глинжике, то есть были в курсе, как и для чего используются их продукции, пишет проект в расследовании дворца Путина. Немецкая компания кнауф была основным поставщиком отделочных материалов, таких как гипсокартонные листы, шпаклевка. И для отделочных работ, как следует из документации, использовались интерьерные краски, финишная шпаклевка и финская компания Текуриля, и обои французской Анамба. Значит, сантехника была в основном от немецких производителей, вроде Джорген, Тис, Эмка, Энкшор, но использовались продукции итальянских марок, Джесси, Висмара, Ветра, швейцарских марок, друзья. А вот как Путин любит все европейское, все западное, Гебрид, Лауфен, а также японская компания Майкири. Аксессуары, друзья, в частности, верные ручки ставились от итальянской Колумба дизайна, американской, американская. Об этом, кстати, вы видите, когда посмотрите спа-зону, роскошный бассейн и джакузи, там везде в таласотерапии у него стоит американская продукция. Более того, значит, Шерл Вагнер Интернешнл, мы об этом сейчас говорим. Для освещения дворца использовали светодиодные лампы, потолочные встраиваемые светильники, бельгийский модуляр, китайский усрам, итальянский флос, испанские мантра, арамос дель кампо. Ну а самыми дорогими элементами, мы с вами все это посмотрим, освещающие освещение стали люстры, брам и напольные лампы. Их поставили французские компании, бажи с бакара, британская, бакара, я просто представлюсь, буду считать, ну там цифры колоссальные, много десятки тысяч долларов. Британская, ну только за одно изделие, безусловно. Британская Вагн, итальянская Арис, Этролюминия, Паралюмия Марина. Например, только в одном единственном читальном зале, друзья, размещались две люстры, шесть бра от бакара на общую сумму 106 миллионов рублей. Каждая из люстр стоит до 50 миллионов рублей. Вот такие вот шок-новости. Предлагаю вас не томить. Давайте начнем не со стриптизоны, конечно, об этом тоже будет в этом блоге, а посмотрим с вами действительно люстры и, как говорится, вот эти вот все элементы декора Читалин. На этой стене изображено одно из главных событий Бородинского сражения. Справа от нее висит другая. Это сражение между русскими и персидскими войсками под Елисаветполем 1826 года. На другой стене еще две картины. Первая изображает сражение при Сарыкамыше, а вторая посвящена разгрому Хазарии Святославом. На третьей стене еще три картины. Слева ледовое побоище, почему-то снова разгром Хазарии. По центру самая большая. Она называется «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». На ней изображен Александр Невский. Оригинал картины висит в Большом Кремлевском дворце. Вот эти два дивана стоят по 900 тысяч рублей штука. Буфет за ними 1 миллион 100 тысяч. Вот этот роскошный стол обошелся почти в 2 миллиона. И каждый стул по 220 тысяч рублей. А их тут 10 штук. Это и французская люстра. Она сделана из золотисто-красного хрусталя и весит 336 килограммов. Ее стоимость, внимание, 50 миллионов рублей. 100 миллионов рублей ушло только на люстры в одном из сотен помещений путинского дворца. Со стен прямо над дверьми высотой в 3,5 метра на Путина любуются адмирал Нахимов и Федор Ушин. А между ними висит картина Айвазовского «Вид приморского города». До стены напротив на всех смотрит адмирал Крузенштерн. Они стоят в районе 50 миллионов рублей за штуку. Мы констатируем полное и окончательное помешательство Путина на собственном величии. Знаете, вот на этом, пожалуй, стоит закончить. Знаете, я хочу высказаться, но мне кажется, гораздо интереснее, чтобы высказались вы. Да, в воюющей стране, стране с обнищалым населением, куда затапливаются города, где россияне, которые одни идут убивать на войну против Украины, против нашей страны, другие теряют свои дома, негде жить через наводнение, как говорится, вода топит все, они становятся просто, прошу прощения, бездомными. Есть во время войны люди, которые совершают оккупировку вокруг, во время чумы. И знаете, вот на фоне Иванова, заместителя Шойгу, которого арестовали за коррупцию, другие говорят за государственную измену, то это, конечно, как говорится, Иванова и его там роскошная жизнь кажутся просто бледным, просто отголоском на фоне этого отеля, апарт-отеля, конечно же, Ротенберг. Ремонт дворца Путина доверили гражданскому мужу, заместителю Собянину. Ну вот так, друзья, вот так все происходит. Его компания заработала на этом 400 миллионов рублей. Ну а как она заработала, да, в принципе, тут посчитать несложно. Схема совершенно понятна. Реконструкцию дворца Владимира Путина под Геленджипом проводила компания «Виллестрой», ключевым собственником которой было засекречивание состава, ее акционером был уроженец Хорватии. Крышимир Филиппович пишет проекты ФБК в своем новом расследовании о тайной резиденции президента. Издание «Собеседник» в 2019 году называло Филипповича гражданским мужем уважаемой аудитории вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. Как так получилось-то? Ну, напишите в комментариях. Нам очень интересно. СМИ ранее сообщали, что компания «Виллестрой» имеет отношение ко дворцу как арендатор неких помещений, но о том, что она является генподрядчиком стройки, ранее не было известно. С 2019 года «Виллестрой» получил, а теперь внимание, 400 миллионов рублей на выполнение строительно-монтажных работ, следует из финансовых проводок фирмы-владелицы дворца ООО «Комплекс». Последние платежи за проведение реконструкции дворца генподрядчик получил в сентябре 2022 года. По состоянию на 2023 год «Виллестрой» на 85% принадлежал Филипповичу. А с октября 2023-го конечный владелец компании не отображается. Ну, и тут, конечно, много дальше фактов. Я думаю, что вы сложите 2 плюс 2. Но тут бы я еще бы остановилась на стриптиз и лаунж-зону. Все медиа сразу написали о том, на самом деле, что дворец Путина в Геленджике, там больше нет зала для стриптиза и казино, зато есть часовня. Часовню мы с вами посмотрели, а этот самый известный пресловутый зал для стриптиза и казино я предлагаю посмотреть просто сейчас. Как говорится, во всей красе. Путина теперь называется лаунж-зоной. По сути и назначению ничего не поменялось. Тут лишь заменили холодный паркет на ковроли, но сохранили арки по периметру и полукруглые диваны тоже на месте. А вот оставили ли сцену и знаменитый шест, увы, непонятно. Эта часть помещения, к сожалению, скрыта от наших глаз. Преобразился значительно и театр. Вот как он выглядел раньше, а вот как сейчас. Огромная сцена, а здесь хоть спектакль, ставь хоть концерт, играй. А наблюдать за всем этим можно из роскошных лож. Правда, специфика в том, что поместится в этих ложах зрителей 9-10, не больше. Да, друзья, я совсем вам забыла сказать о театре. То есть стриптиз-клуб, часовня, театр. Дальше, конечно, будет аквапарк с аквазоной. Ужасающее зрелище, безусловно. Но, как говорит Ротенберг, который, по сути, является как бы бизнесмен-владелец, еще раз говорю, бизнесмен Аркадий Ротенберг, давайте на этом тоже остановимся, он публично заявил, что дворец Геннаджи Кемплин отлежит ему. Помните, как Путин праздновал с 40-летия Алины Комбаевой на яхте Тимченко? Об этом, кстати, говорил Марк Фегин, в том числе и Геннадий Гудков. Ну, вот, знаете, вот, как говорится, яхтами Тимченко пользуемся и домами, и отелями Ротенберга. Вот, как сказал мне сегодня Арстислав Мурзаголов, бывший политехнолог Кремля, что и Сергей Жирнов тоже об этом говорит, что, в принципе, Путин гол как сокол, у него там только лады Нива, какие-то еще запорожцы, не знаю, что там у него еще есть, посмотрите его декларацию, ничего практически у него там нет, но вот только пользуется он объявляет яхтами Геннадия Тимченко, яхтами Шеферезады, купленными на деньги друзей, да, и дворцами Аркадия Ротенберга. Значит, еще раз, в разговоре с Мэшом сообщил Аркадию Ротенберг, что собирается сделать из него отель, апарт-отель. Мне очень нравится этот бизнес, отдельный бизнес, сказал Ротенберг, он добавил, что в дальнейшем хочет превратить место, где находится дом, в туристический бизнес. А теперь вот давайте внимание, вот небольшое такое отступление. Еще известный бизнесмен Аркадий Ротенберг хочет превратить этот апарт-отель в успешный бизнес. Именно поэтому он покупает абсолютно нерентабельную мебель стоимостью только вот за две вещи 100 миллионов рублей. По 50 миллионов на каждую позицию Бакарат. То есть он никаким образом не окупит вложенные деньги, эти 100 миллиардов рублей, которые он вложил, да, учитывая то, что в кинотеатре могут посидеть только 5 человек. Сколько же там человек могут пожить в этом отеле, сколько они должны заплатить, чтобы он окупил каждый элемент мебели, который вы только что видели на экранах, стоимость одного лишь элемента мебели. Но, как говорил из песни «Слов не выкинешь», как сказал Аркадий Ротенберг, ему очень нравится этот бизнес. Отдельный бизнес. Все намеки, мне кажется, ясны. У меня есть какие-то объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем Востоке, есть в нашей жизни и цели в Алтай. Я просматриваю в этом направлении. В общем, любитель дворцов путинских коттеджей Аркадий Ротенберг готовится к 2050 году открыть апарт-отель в Геленджике. Только боюсь, что к этому году, возможно, этот отель уже перестанет быть российским. Друзья, тут, конечно, без спальни не обойтись. Все обсуждают Алину Кабаеву, и не только обсуждают ее ФБК Алексея Навального, безусловно, апартаменты. Мы трон с вами уже посмотрели. На финал посмотрим с вами бассейн-спа с американской техникой, там джакузи и аква-дискотека. А, конечно же, спальни – это отдельный разговор. Сколько спален у Путина? Как выглядит спальня Алины Кабаевой? Тут без лишних слов. Тройная одинаково. Спальни всегда отдельно. Одна для него, другая для его спутницы жизни. Этот дворец не исключение. И у Алины Кабаевой, если ничего не поменялось, собственные апартаменты. Вот они. Это первая гостиная. Куда можно зайти прямо из коридора. Здесь диванчик, креслица, телевизор. А через это помещение можно зайти в спальню. Тут тоже вся мебель на месте, и расставлена она в строгом соответствии с планами помещений, которыми с нами поделился проект. Вот такое симпатичное кресло вы можете приобрести всего за 850 тысяч рублей. А очень похожий комод мы нашли за 2 миллиона 600 тысяч. Слева стоит кровать. Обратите внимание на хай-тек механизм, который позволяет спрятать телевизор под кроватью, а когда нужно, он выезжает на кронштейне. За вот той дверью там еще несколько помещений. Большая гостиная, белоснежная ванна с гардеробом. Общая площадь царских покоев 275 квадратных метров. Такого же размера и спальня Путина. Направляемся к ней. Добро пожаловать в святую святых, царскую опочивальню. Первая гостиная. Тут огромное зеркало и стол на 6 гостей. Мы нашли такой же, но немного в другом цвете за 2 миллиона рублей. По телевизору показывают футбол, а рядом мы видим гигантские бюсты, к которым, как выяснилось, питает страсть Владимир Путин. Из первой гостиной мы уже непосредственно попадаем в спальню. Какая-то мебель здесь еще затянута пленкой, чтобы не пылилась, но весь декор уже на месте. Даже вон цветы расставлены. Глаз сразу падает на симпатичный комод. Он стоит почти 4 миллиона рублей. Как двушка в Воронеже примерно. Роскошную кровать с балдахином мы тоже нашли без труда. За нее заплатили почти 6 миллионов рублей. Это как выплаты за двух погибших от обстрелов белгородцев. На прикроватной тумбочке обычно хранят самое дорогое. У Путина там стоит бронзовая фигурка Мишки. Он у нас хорошо снят отдельно, и, по-моему, он очень похож на фирменного медведя Единой России. Даже во сне Путин думает о политике. Или вторая гостиная, также известная как комната отдыха. Вход прямо около изголовья кровати. Сразу видим огромный комод. Он стоит 2,5 миллиона рублей. А напротив... Да, друзья. Тут, знаете, как говорится, можно наблюдать, давайте, Путина идет просто беззвучным режимом. Но вот это все можно колоссально. Я вот пока сейчас просто анализирую, кто пришел на инаугурацию Путина. Бевев Шаман, Стас Михайлов. Фотографии только что появились. Ивана Хлобыстин, был Рамзан Кадыров, певица Диана Гурская. Медведев, безусловно. И Стивен Сикл, если не ошибаюсь, это был американский когда-то актер. А сейчас он превратился просто в путиниста и путиноида. Ну, как говорится, вот с песней слов не выкинешь. Но вот певец Шаман, пожалуйста, на ровном месте. Вот фотографии. Друзья, вот пятая инаугурация Путина. Мероприятие посетили представители шести стран Европейского Союза. Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта и Кипра. Тут большой вопрос к французам, если честно. Грекам, киприотам, венграм и словакам. Вопросов нет. Мы прекрасно понимаем, кто стоит в правительстве этих, в принципе, европейских стран. А вот по поводу Франции у меня большие вопросы. Как вообще такое может быть? Вы знаете, вот на фоне того, что страна напала на Украину и Россия, это страна, которая создала войну в Европе, я вам скажу честно, мне вообще сложно представить на самом деле. И мы, кстати, с вами сейчас чуть позже обсудим тоже, кто работает у Путина в этом дворце. Страна, которая напала на Украину, создала масштабную войну в Европе. Как вообще можно приезжать на инаугурацию президента этой страны? Во-первых, эти выборы, которые на самом деле, это не выборы. И мне большой вопрос ко всем этим европейским странам. Как они могли отправить своих представителей на инаугурацию Владимира Путина? Ну а теперь то, что впечатляет больше, это персонал. Сколько людей обслуживают Путина, сколько людей обслуживают его резиденцию. Вот я хочу, чтобы мы с вами зафиксировались на герпетологе. Это специалист по рептилиям. Вот мы когда смотрим Аксакова, я делаю постоянно видео по поводу пауков в банках, по поводу изоблюдов путинистов-путиноидов, то я думаю, что пора называть их всеми рептилиями, змеями, как угодно, потому что если уже специалист по рептилиям есть во дворце у Путина, то они подтвердили, как говорится, собственное значение. Давайте посмотрим на это, сколько слуг, кто, как, по какому количеству обслуживают этот террариум, друзья. Все возможно, кто за это платит, как это все содержат. Это уже не просто дача какая-то. Это карликовое государство с огромной инфраструктурой, созданное специально для отдыха одного человека. Это декларация условий труда. Подана она в 2021 году от имени ООО «Комплекс», то есть тем юридическим лицом, на которое оформлен дворец. И это просто такой список должностей, которые в компании существуют. В нашем случае он даже не полный, но включает в себя больше 250 позиций Путинского дворца. Поддержанием там порядка. Кого только там нет. 15 уборщиков помещений, 13 специалистов по уборке территорий, 27 рабочих лесного и садово-паркового хозяйства, операторы стиральных машин, столяра, слесари, мойщики машин, 12 горничных. Так, из такой компании неохота уходить, я понимаю. И мое любимое. Герпетолог. Вы наверняка даже не знаете, кто это такой, а это, между прочим, очень важный для Путина ученый. Ученый-натуралист. Герпетологи специализируются на изучении рептилий, присмыкающихся и земноводных. Они изучают поведение змей, ящериц, черепах, лягушек и диагностируют, и лечат их болезни. Друзья, тут, как говорится, занавес. Я молчу, а вы пишете. В завершении этого стрима покажу вам святая святых спальню самого диктатора и Алины Кабаевой, но перед этим скажу, что, в принципе, появились слухи по поводу того, что оператор правительства ушло в отставку, и, возможно, Дюмин, один из приближенных к Путину людей, его бывший глава охраны, а личный охранник, который, по слухам, спас его от медведя, может стать заместителем Шайку. Шайку не уйдет, потому что он равно кремлевский режим Путина, это будет огромный удар по самому Путину, а вот его замом вместо Иванова может стать Дюмин, потому что не зря Путин встречался с ним. Только вот недавно, и, в принципе, об этом сообщал мне Ростислав Мурзагулов, что Дюмин может стать замом Шайки. Эксклюзивный курорт на Черном море. Мы начинаем нашу уникальную прогулку здесь. Легендарная аквадискотека. Фонтан в центре пока не работает, но чаша аквадискотеки уже наполнена водой. Признаюсь, мы впечатлены размером. С воздуха она оказалась скорее уличной джакузи. Вблизи понятно, что сюда можно усадить весь кооператив озера в полном составе. Буйство лепнины, барельефы, безумные хрустальные люстры все здесь в стиле хозяина. Вот это помещение это фитобар. Здесь можно заказать себе смузи или кислородный коктейль. Вдоль бассейна стоят диваны и лежаки. А дальше что-то типа спазоны с водными процедурами. Три ванны для подводного массажа. А еще дальше находится пульт, который выглядит так, как будто с него можно управлять космическим кораблем. Но это всего лишь душ-шарко. Вот к этой стенке встает Владимир Путин, пока сотрудники ФСО поливают его из шлангов. В этом же помещении контрастные купели. Здесь они прямо подсвечены. Синяя это холодная, а оранжевая горячая. Вся техника американская. спрятанная за непрозрачной дверью, она называется восходящий душ. Садишься на стульчак, ну а дальше струя воды под давлением в одну-две атмосферы она делает, простите ради бога, свое дело. В пожилом возрасте, говорят, очень полезно. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Вот массажный зал в восточном стиле. Друзья, в завершении этого стрима я скажу только одно, что пять раз проходит Путин на инаугурацию президента и в 30-м году единственными только двумя правителями России, которые его, скажем так, победили, это Екатерина Великая и это, естественно, что Иван Грозный. Патриарх Кирилл пожелал Путину оставаться во власти до конца века. Это человек, который приносит войны вокруг себя, разрушает другие страны, вторгается в них, убивает, который создал самую большую войну в Европе в 21-м веке. Этот человек вновь пришел к власти и россиянам абсолютно все равно на самом деле, что он делает сегодня в нашей стране, в Украине. Я прощаюсь с вами. Пожалуйста, посмотрите в завершение. Я подготовила для вас просто такой материал разборку, кто был на инаугурации Путина. Посмотрите на эти лица и напишите в комментариях на самом деле, что вы думаете об этом пире во время чумы, об этом пире людей, приближенных к Путину и самого Путина. Это люди, которые сегодня развлекаются, ощущают себя безнаказанными, пока Россия торгается в Украину, убивает там и уничтожает все. Слава Украине, героям слава. Дякую, что вы были с нами, друзья. Украина переможает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...